В связи с тем, что на этой неделе дроны налетели на Кремль, как считаете, какие провокации может готовить Россия к 9 мая? Действительно ли российские ракеты могут полететь, например, в офис президента? Ой, да кишка тонка. Вы же только что сбили этот калибр, да? Все смеются и говорят, ну вот, теперь появилось доказательство, что калибр действительно существует. Вы понимаете, да, это подтвердили ваши вооруженные силы, ну вот. Да и прекрасно. И, собственно, давно уже в Киеве, согласитесь, воздушная тревога есть, а ничего не долетает. ПВО работает эффективно. А сегодня я видел в телеграм-канале прямо вот такую фотографию, какая-то система, какие-то радары израильские от какой-то фирмы. Вот они уже работают вокруг Киева, обеспечивают, так сказать, контроль за небом. То есть такая многоуровневая система защиты Киева. Поэтому ничего, мне кажется, Россия уже в Киев запустить не может. Мне кажется, без маза. Как, кстати, лично Путин реагирует на украинское контрнаступление? Вот потому что среди коллаборантов, вот, например, во временно оккупированном Крыму точно началась серьезная паника. Например, коллаборант Балицкий, он объявил вообще эвакуацию жителей. А как Путин реагирует на украинское наступление? Ну, кто ж его знает? Я думаю, что все-таки нервничает. От кого-то я недавно слышал, что у Путина там периодически случаются панические атаки. Но кто бы это ни сказал, а я, в общем, обычно слушаю только людей, которых мнение уважаю и считаю компетентным, и который доказал мне, когда я его слушал за многие, так сказать, годы разных интервью, что он никогда просто так, что называется, не лепит Горбатого. И вот панические атаки у Путина. Ну еще бы! Ты войну проигрываешь. Уже второй год идет, и вот-вот тебе будет наступление. Конечно, тут будут панические атаки. Плюс ты знаешь цену этой комарили своему окружению. Ты же ждешь, что против тебя будет заговор в любой момент. Поэтому да, я в это верю. Но никто не может, так сказать, со свечкой никто не стоял. Генерал США в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что ВСУ может деоккупировать Крым уже к концу лета. По вашему мнению, сколько этот сценарий реалистичен? Очень реалистичен. На мой взгляд, это будет, вот как бы вам сказать, слово «деоккупация». Я жду, что это наступление будет неожиданным. Ожиданным в нем будет только то, что будет удары высокоточным оружием сразу по очень многим объектам в разных местах. Взлетят на воздух не только склады там с оружием, с топливом, но и что-то более серьезное. Ну вот не исключено, что, например, какой-нибудь кораблик Черноморского флота, а может два. Вы понимаете, то есть это будут какие-то знаковые события. А вот такое наступление, что типа поехали танки, идут солдаты, и это тоже такая вот не очень эффективная. Слишком много людей терять не хочется. И поэтому я уверен, что это будет умная атака, умная и политически, и технологически. И она может вызвать панику в тылу, вы понимаете. А уж в Крыму-то там, мне кажется, все на измене. Ну, мне кажется, каждый уже там проверил под подушкой украинский паспорт, погладил его, заложил в два полиэтиленовых пакета, чтобы, не дай бог, не промокло. И еще сверху чем-то, чтобы мыши не съели. Нет-нет, там в Крыму ситуация та еще. То есть, так сказать, кто там всерьез будет защищать, ох, я не знаю. А на фоне деоккупации Крыма, какие трансформации могут произойти в Крымле и лично с Путиным? Абсолютно любые, но как? Это будет не трансформация. Это ждем заговора, ждем дворцового переворота. Или там, чтобы кто-то из ФСОшников его пристрелил. Но, наверное, там какая-то есть система, я даже не знаю. Может быть, там все ФСОшники друг друга постоянно держат на мушке, хорошее, не знает, как у них это устроено. Безусловно, об этом они думали. Этот вопрос тоже продумывался. Может быть, те ФСОшники, которые непосредственно в контакте с Путиным рядом, они всегда без оружия, например. А те, кто с оружием, они уже, так сказать, на второй, на третьей линии. Может быть, там как-то так устроено. Поэтому, но ФСОшники-спортсмены хорошие. Мне кажется, они могут Путина одним ударом убить. Понимаете, они тренируются, будь здоров. Я знаю точно, теми ФСОшниками, с которыми я еще 10 лет назад когда-то приходил сообщаться, я видел, что их держат в очень жесткой физической форме. То есть это 20 подтягиваний, алкоголь запрещен всегда, в быту везде. То есть, ты умеешь стрелять из всего. Горные лыжи подводные троллевали. И это вот как бы рядовые охранники вокруг Путина. Нет-нет, там серьезная тренировка. Я думаю, что и плюс единоборства наверняка. И поэтому я думаю, что такие ребята, любой из них может, так сказать, одним-двумя ударами Путина просто на тот свет отправить, мне кажется, легко. Ну, год войны. А почему эта условная табакерка до сих пор не появилась? Ну, как почему? Потому что все боятся, кто вокруг Путина. Патрушев, что ли? Ну, посмотрите на него. Но он же такой же карьерный КГБшник, как и сам Путин. Или Ротенберги. Вы понимаете, то есть им тоже, так сказать, плюс в том, что война проиграна. Но это понятно сейчас. И то, и то. Вот вы посмотрите. Сейчас вот есть оглушительная новость. Это расшифровка переписки Ротенберга, великого и ужасного Ротенберга с Рогозином. Рогозин, который вот недавно был взорван в кафе где-то там в Донбассе на своем дне рождения, потом лечился, и нет, будет и в тени. А он тут опять сейчас вылез в Донбассе, опять в камуфляже там где-то появляется периодически. И вот расшифровка его переписки со своим охранником, с Ротенбергом и со многими другими. Из нее становится ясным, что он пытается сделать карьеру Рогозин. Он изо всех сил уговаривает Ротенберга замолвить слово перед Путиным, чтобы Путин Рогозину какую-нибудь дал должность. Ротенберг замолвил. Путин вроде бы пообещал, но должности до сих пор нет. То есть как бы Рогозин же лишился должности руководителя Роскосмоса. Но очевидно, что денег на греб уже хватит и ему, и детям, и внукам. Получил, как говорится, по заднице сейчас в Донбассе, да? Боевая рана. Ну и отползи. И воспользуйся таким хорошим поводом, чтобы отползти, лечиться, лечиться. И вот, как говорится, до победы Украины лечиться и уйти в тень. Нет. Он хочет опять карьеру. То есть он не понимает, что война проиграна. Вернее, как? Он понимает, наверное, что война проиграна, но он думает, что режим устоит. Ему кажется, что вот освободит Украина свою землю, Крым, все. Но режим Путина останется. И в нем надо делать карьеру, надо деньги опять, какие-то деньги. Рогозин. Ты что, правда мало денег? А если у тебя сейчас вот дать тебе миллиард долларов, Рогозин, ты что с ним сделаешь? Яхту купишь? Нет. Яхты арестовывают. Самолет купишь? Нет. Самолет арестовывают. Ты куда себе это насунешь от миллиард долларов? А все, что там миллион другое, это у тебя уже есть. На Мерседесы, на еду, на какую-то там поехать в Дубай, там оттянуться. На это все у тебя есть. Тебе, Рогозин, еще деньги. Вот может мне кто-нибудь это объяснить? Это значит, что с мозгами-то не очень у ребят. Аналитическое мышление-то не работает у этих ребят.